О чем мы вам расскажем? В общем, общая схема нашего доклада будет построена таким образом. Юра будет рассказывать про идеологию, про, так сказать, основу, про то, почему это так. А я буду про то же самое рассказывать, но внутри, как это устроено и как в это можно подлезть для того, чтобы сделать какие-то интересные вещи, какую-то кастомизацию. А расскажем мы о торговом каталоге, что нового там, как этим пользоваться, об интернет-магазине новом. Расскажем про то, как правильно сделать миграцию. Расскажем про новое оформление заказа, почему оно такое и что с ним можно делать. Много будет блоков про кастомизацию, про кастомизацию админской части, как сделать свои блоки, про кастомизацию платежных систем, служб доставок и другие варианты кастомизации. Расскажем про холдинговую структуру. Блок будет про персональный раздел, про скидки и теорию 4П и про новые варианты автоматизации интернет-магазина и обработки заказов. Начнем с торгового каталога и с управления товарами и ценами. Да, хотелось бы напомнить, какие у нас есть типы товаров, почему мы их сделали, для чего они используются. На экране вы видите список типов товаров, которые вы можете найти в нашем каталоге стандартном. Это стандартный товар, простой товар. Это те товары, которые вы привыкли покупать. Это штучные товары обычно, там стол, стул, еще какие-то вещи, где не требуется выбирать какие-то дополнительные свойства, какие-то дополнительные настройки. Вы просто его кидаете в корзину, покупаете и все, он работает с вами. Товары с торговыми предложениями. Это те товары, когда вы хотите отградуировать или сделать какие-то изменяемые элементы внутри товаров. Это очень хороший пример одежды. Одежда идет всегда по размерам. Соответственно, указав конкретные размеры, вы можете сделать товар и вести в отдельности в каждом из этих товаров, вести по отдельности его остаток этого товара, градуировать их по цветам, делать какие-то свои дополнительные описания, задавать свои картинки и так далее. Наборы. Фактически это не товар. Это скорее смесь товаров, которую вы собираете в некий блок, и этот блок продается как единое целое. Вы можете менять содержимое этого блока, выводя его на экран. Как раз на экране третий из элементов – это набор. К платью рекомендуются какие-то дополнительные аксессуары, рекомендуется обувь. Используя наборы, вы фактически увеличиваете внутри своего магазина средний чек. Вы допродаете какой-то дополнительный товар. Вы берете платье, к нему добавляете ремень. Все, вы увеличили продажу. Уже и продали не один товар, а продали два товара. Товар автоматически попадает в корзину. Клиенту не нужно кликать по каждому товару, чтобы сделать его покупку. Комплекты – это товары, которые продаются в виде скрытых товаров. Вы можете добавлять внутрь каких-то элементов дополнительные товары. Клиент не будет знать, что он покупает. Как бы вы показываете заботу о клиентах? Очень хорошим примером являются, например, приставки, которые продаются в магазинах. Вы покупаете приставку Sony или Xbox. Нет в комплекте HDMI шнура. Компания-производитель не поставляет шнуры и не ложит их в коробку. Вы, как хороший продавец, можете закомплектовать его внутрь такой продажи. Клиент, покупая приставку, распаковывает, и он видит, что оп, а шнурка-то в комплекте нет. Открывает дальше коробочку, а шнурок-то лежит. Вы подумали о клиенте, соответственно, сделали ему какие-то дополнительные плюсы. Ну и новый тип товаров, который появился, который анонсировали на данной презентации, которая шла самой первой, это товары с коэффициентами. Это товары можно использовать для продажи весовых каких-то вещей, продажи гвоздей, продуктов питания и так далее. Но мы немножко подробнее остановимся на следующем слайде. Что такое весовые товары, чем они отличаются от обычных товаров? Самые большие отличия – это общий остаток. Товары весовые должны быть обязательно из общего остатка. Вы указываете те делители, в которых пропорциях клиент хочет купить данный товар. То есть он хочет купить гвозди по 100 грамм. Соответственно, такой делитель должен существовать. Вы хотите увеличивать свой средний чек, продавать гвозди дальнейшими какими-то делителями. Вы можете указать 100, 250, 500 и так далее. Клиент выбирает тот объем гвозди или тот объем колбасы, как на данном скриншоте, который он хочет купить. Но списываться все это должно с общего остатка. Эти делители не являются фактически предрасфасовочными делителями. Раньше можно было на основе торговых предложений сделать такое разделение. Но в каждом из таких разделений был свой самостоятельный остаток. Фактически вас заставляли предразвешивать товар. Указав 100 грамм, вы должны были предразвесить сколько-то элементов по 100 грамм, положить их на склад. И если у вас покупали постоянно какой-то товар по 500 грамм, у вас еще на остатке 5 пакетиков по 100 грамм. Но клиенту вы их продать не можете, потому что клиент не может догадаться, что нужно 5 раз щелкнуть по какому-то пакетику. Ему нужно 500 грамм неделимым каким-то объектом. Очень характерно для весовых товаров и вообще товаров, связанных с коэффициентами, это разные единицы хранения и разные единицы продажи. Колбаса плохой пример. Никто, наверное, не будет покупать гвозди граммами. Но никто не будет покупать как покупку себе на склад. То есть гвозди будут покупаться, скорее всего, килограммами. Если это большой какой-то дистрибьютор, то, скорее всего, даже и тоннами. Но продавать клиентам он будет уже в более мелких единицах измерения. Он будет их продавать граммами, он будет продавать их килограммами, если покупка тоннами. Соответственно, для таких коэффициентных товаров нужно, чтобы приход был в одних единицах, а продажа была в других единицах измерения. Ну и клиенту должны быть показаны те единицы, в которых он будет делать покупку. Вы можете сделать коэффициенты, которые будут совершенно разные и можно сразу продавать в граммах, в килограммах, в тоннах, в мегатоннах и так далее. То есть вы можете сразу клиенту делать ту расфасовку, на которую рассчитывает клиент. Может быть другая цена, могут быть другие значения. Управление ценами. Это новый функционал, вы его уже скорее всего видели. Лучше перейти сразу к ролику, там достаточно интересно показано. Вы отбираете те товары, с которыми хотите поработать в управлении ценами, ставите их галочками, либо еще каким-то способом, можно отобрать по фильтру. Вызываете управление ценами. Вы можете здесь задать ту сумму, на которую вы хотите сделать увеличение цены. Кстати, можно даже уменьшение цены сделать очень быстро. Вы указываете, как хотите округлить товар. Вы можете округлить его в пользу клиента, или можете округлить его в пользу бизнеса, или по арифметическим правилам. Задаете эту степень округления, задаете валюту или иные дополнительную информацию для увеличения или изменения цены. И запускаете изменение цены. Цена меняется фактически мгновенно, даже достаточно для больших каталогов. Перейдя в публичный раздел, мы увидим, я ставил округление до 50 рублей, весь каталог был приведен к 50 рублям. То есть те товары, которые мы продаем, вы видите, что они из 350 и так далее. Там есть интересная галочка, которая делает красивые цены. Вы можете указать степень отнятия, цены с которой будет сформировано. И если товар получился 2000 рублей, то отняв одну единичку, вы сможете сделать товар 1999, как любят делать в магазине. И для этого вам не нужно будет вручную проходить по этому каталогу. Теперь немного внутрянки. Мы решили немного переработать компоненты каталога. Цель какая была? Цель была облегчить их внедрение и сделать их более универсальными. Потому что в текущем виде компоненты представляют из себя довольно большие куски кода, которые довольно тяжело кастомизировать и много кода дублируются. Поэтому мы решили перевести их на платформу D7, сделать объектно-ориентированными. И увеличить скорость их внедрения. А вот слева вы можете видеть компонент. Этот компонент я сделал как раз перед партнерской конференцией для того, чтобы снять скриншот. Давайте посмотрим, сколько кода понадобилось мне написать, чтобы сделать такой компонент. Как вы видите, здесь каталог товаров. Есть картинки, есть кнопочка купить. Можно выбрать SQ, скидки работают. То есть полнофункциональный раздел каталога товара. Сколько кода мне понадобилось написать? Ну вот примерно столько. Четыре строчки кода. Я отнаследовал класс ядра в компоненте и получил уже полнофункциональный компонент. Ну плюс, так как у нас компонент имеет шаблон, то есть у нас там документ вью, паттерн применяется, то еще необходимо скопировать шаблон из какого-нибудь наследника этого же класса. Но шаблоны также существенно упростились, потому что каждый отдельный товар представляет из себя отдельный компонентик, который его рисует. Поэтому шаблоны тоже довольно простые, их легко кастомизировать. Что можно делать? То есть там был простейший вид. Что можно еще делать? Можно перегружать различные методы для того, чтобы получать различную функциональность в вашем конкретном наследнике. Например, можно перегрузить метод getProductIDs и вернуть список айдишников, массив айдишников товаров, которые вы хотите показать в каталоге. Если вы хотите в этом разделе показать какие-то специфичные товары, которые, допустим, вот именно сейчас вы хотите продать или показать клиенту. И они будут показаны, именно эти товары и именно в этом порядке. Другой вариант. Можно переопределить методы getFilter и getSort для того, чтобы показать по фильтру в указанной сортировке товары, которые необходимо показать. В данном случае я взял из базового класса фильтр и добавил только одно поле активности. В принципе, я мог бы добавлять любые другие фильтры, например, по каким-то набираемым свойствам или по каким-то названиям, еще по каким-то полям произвольным. И, соответственно, в этом разделе будут показаны те товары, которые необходимы. Ничего другого делать фактически не надо. Сортировка в данном случае по имени. Могли бы отсортировать, допустим, по тому, насколько важно продать этот товар клиентам. Давайте перейдем теперь непосредственно к e-commerce платформе. Немножко поговорим о новой e-commerce платформе. Почему мы принимали такое решение и как мы выпускали новую платформу. Фактически платформа выходила весь предыдущий год. Это был очень сложный выпуск. Это было очень много работы ребят. Ребята фактически переработали весь интернет-магазин с нуля. Мы могли бы пойти двумя путями. Мы могли бы путем пойти несовместимости. Тогда платформа бы вышла достаточно быстро. Мы могли бы ее быстро выпустить и отдать вам. Но тогда вы бы потеряли все свои наработки. Вы бы потеряли весь свой код, который вы делали. Были примеры на рынке, когда шли таким путем компании. Самые известные примеры это 1С. Когда она переходила с 1С77 на 8.0, она пошла путем несохранения совместимости. Фактически все наработки, которые делали партнеры для 7.7, были убиты. И в 8.0 они просто не работали. Да, они потом делали какие-то дополнительные конверторы. Они пытались упростить переход на 8-ую платформу. Но такой переход занял очень большое время. Фактически переход с 7.7 на 8.0 занял около 10 лет. И вот только сейчас, по протяжении уже фактически почти 15 лет, да и сейчас еще есть люди, которые работают на 7-ке. Мы же пошли путем совместимости. Это усложнило нам решение. Это усложнило нам головную боль с поддержкой совместимости API. Это создало сложности при изготовлении конвертера. Нам пришлось сделать этот конвертер сразу, а не по пришествии времени, чтобы сохранить ваши инвестиции. Не получилось быстрого перехода при создании такой платформы. Зато получился очень быстрый и простой переход для вас, как для клиентов, или для вас, как для партнеров, для того, чтобы вы сохранили все накопленные данные ваши, которые вы делали, программировали для каких-то клиентов. То есть мы полностью пытались сохранить ваши инвестиции. Ну и у нас получилось, судя по всему, да? И у нас получилось, да. Новая e-commerce платформа – это требования клиентов. Это требования времени. Наша компания не стоит на месте, мы постоянно пытаемся что-то сделать. Мы сделали новую архитектуру D7. Она поддерживает новые паттерны разработки. Это полностью переработанный магазин. Это современные технологии, с которыми приятно работать. Это упрощенная схема, как мы любим шутить, интернет-магазина. Я немножко ее объясню. Она фактически показывает, почему приходится делать такие глобальные переработки. Изменилась система продаж. Если раньше продажи – это был один канал, вы фактически приходили через обыкновенные компьютеры и работали с тем контентом, который отдавались. Теперь это разные паттерны прихода. Это могут быть мобильные устройства, это могут быть планшеты, это могут быть розничные магазины, продажи через e-mail и так далее. И чтобы поддерживать такие каналы коммуникации с клиентами, приходится переделывать платформу, чтобы она с ними справлялась. Мы переделали фактически огромную работу, сделали под управление заказов. Переделалось управление товарами и ценами. Появились новые виды товаров, про которые мы рассказали. У нас появился отдельный новый блок маркетинга, потому что маркетинг становится такой достаточно важной частью. Мы показывали новую презентацию, и мы счастливы будем говорить. Можно теперь делать предсказания интересные. Ну и появляется очень много облачных сервисов, которые становятся неотъемлемой частью платформы, и нам приходится их интегрировать внутрь системы, потому что для ваших клиентов, для ваших пользователей, которым вы делаете эти продажи, эти сервисы являются неотъемлемой частью этого интернет-магазина, к которому они пришли фактически. Новая e-commerce платформа, мы не побоимся этого слова, наверное, единственное промышленное решение, которое подходит как для небольших и маленьких компаний, и может ставиться для таких маленьких компаний, так и подходит для магазинов огромного масштаба, фактически промышленных платформ, когда это миллионы хитов, миллионы обращений, сотни и тысячи заказов в сутки. Так, ну, про устройство. Давай поговорим. Показана простая схема переделки ОМС. ОМС – это Order Manager System, или как мы его называем управление заказами. Это новый функционал, который, наверное, самый явный и самый видимый после перехода на новую платформу. Вы его сразу после конвертации вашего магазина видите. Это управление заказами. Часто в любом бизнесе, как в малом, так и в большом, требуется работа с клиентами, работа с заказами по его разделению. У клиента не хватает денег оплатить с карточки. Он хочет оплатить часть денег карточкой, часть денег хочет оплатить наличными при получении товара. Теперь это возможно. Можно разделять заказ на несколько способов оплат. Клиенту требуется отгрузки. У магазина не хватило остатков товара. Или клиент заказывает в каком-то магазине тот товар, которого нет в наличии, он ожидается. Чтобы не делать два заказа, не заставлять клиента разделять руками заказ, вы сами при отгрузке разделяете такой заказ клиенту. Вы отгружаете тот товар, который есть в наличии и сразу, а тот товар, который стоял у вас под заказ или стоял у вас как скоро ожидаемый, клиент получит чуть позже. Он будет видеть его, он получит отдельный трек-номер по этому заказу и будет видеть всю работу по отдельной отгрузке в виде вот такого отдельного документика со своими статусами. Кейс работы, который поддерживает эта система. Это обычный онлайн заказ в интернет-магазине, который делают все клиенты каждый день. Это заказы по телефону, мы переработали очень схему и сделали ее упрощение именно под заказы по телефону. Вы теперь можете изменять заказы, это могут быть частичные отгрузки, частичные оплаты, как я сказал. Это разделение заказа поддерживается. Ну и отслеживание всех взаимоотношений с документами. У нас появилась отдельная вкладочка, на которой вы видите все вот эти дополнительные отгрузки и оплаты. Вы можете переходить между этими документами очень быстро, вы можете видеть эти статусы. То есть достаточно удобно стало работать с большим количеством документов. Ну теперь немного про то, что внутри. Схемку я это уже показывал, но еще раз ее объясню для того, чтобы дальше было более понятно. Понятно, что внизу лежит база данных, потому что все данные по-любому будут храниться в базе данных. Любое бизнес-приложение требует какую-то структуру для хранения данных. Для доступа к данным мы используем ОРМ, так как ядро D7. ОРМ это просто прокладка, которая позволяет поднять данные в бизнес-логику или потом опустить их обратно в базу данных. И, наконец, бизнес-логика. Самый большой прямоугольник, это все относится к бизнес-логике. Самый главный объект бизнес-логики нового магазина это заказ. То есть когда вы получили заказ, все остальное вы можете получить из него. Вы можете поднять из него корзину, вы можете поднять из него оплаты, коллекцию оплат, из коллекции оплат пробежаться по всем оплатам, если их больше, чем одна. Вы можете получить отгрузку, состав этой отгрузки. Из состава отгрузки вы можете обратиться к тем товарам в корзине, которые в эту отгрузку входят. То есть это такой механизм, который работает слаженно вместе объектов. Вместе они пересчитываются, и из одного объекта можно получить другие, если они связаны. Коллеги, а программистов много в зале? Есть, да? Замечательно Это прекрасно, наши доклады можно использовать фактически как один из типов документации Причем здесь очень много информации именно о новинках Уже спрашивают, где можно скачать презентацию вашу Я думаю, мы будем отдельно отправить Коллеги, а у кого есть классическая книга по программированию, искусство программирования Дональда Кнута? Есть у кого? Есть, здорово А кто читал? Три человека читали, здорово Но нам эти знания не понадобятся, потому что у нас все попроще А там все очень сложно Давайте посмотрим теперь в виде PHP кода, как это реально работает Вот та вот схема PHP код напрямую является отражением той схемы Давайте создадим заказ на PHP коде Допустим, у нас есть некие товары, в данном случае заданные массивом Что нам нужно прежде всего сделать? Прежде всего нам нужно сделать объект корзины, который мы создаем методом create Мы получаем объект корзины, в параметры принимается сайт, потому что у нас каждая корзина привязана к сайту какому-то И наполняем эту корзину, пробегая по массиву товаров То есть создаем элемент корзины create этим, заполняем его параметры и после этого у нас получается наполненная корзина Что нам нужно сделать дальше? Дальше нам нужно создать сам заказ Опять же метод create, но уже на объекте заказа, ну точнее на классе заказа Опять же в параметрах будет сайт.id, потому что у нас заказ привязан к сайту И второй параметр я не усложнял, это код пользователя, потому что у нас заказ всегда идет на кого-то пользователя Хотя бы на анонимного Но я поставил единичку на админ, оформим этот заказ Мы можем дальше на ордере, на объекте ордер, дергать какие-то методы Устанавливать, допустим, тип плательщика или еще какие-то параметры И в том числе мы можем привязать теперь корзину к этому заказу, вызвав метод setBasket При этом происходит не только привязка корзины к данному заказу При этом происходит еще и пересчет заказа То есть заказ актуализируется в соответствии с теми параметрами, которые вы в него передаете То есть после этого вызова у заказа появляется стоимость заказа Которая будет в данном случае численно равна стоимости корзины То есть привязка это не просто какое-то действие, которое ссылку одного объекта на другой дала Но она еще осуществляет пересчет Что дальше нужно сделать? Дальше нам нужно поработать с отгрузками Мы хотим создать отгрузки Берем коллекцию отгрузок с помощью GetShipmentCollection Если это новый заказ, то создается новая коллекция отгрузок Если бы это был существующий заказ, то эта коллекция поднялась бы из базы данных То есть та, которая была заранее сохранена И теперь на этой коллекции мы можем создавать конкретные отгрузки То есть конкретные коробочки, которые поедут к клиенту С помощью CreateItim Как вы видите, именование методов у нас довольно согласованное Мы старались это отслеживать Для того, чтобы, имея опыт работы с одним объектом Вы могли примерно представлять, как будут работать другие объекты Опять же CreateItim В данном случае туда передается объект службы доставки Но он не обязательно, его можно не передавать Вы получаете конкретную отгрузку И эту отгрузку можно теперь наполнить товарами В данном случае я перекладываю туда все из корзины Это не обязательно Туда можно было положить часть товаров Не все количество товаров То есть создать те отгрузки, которые вам нужны для данного заказа Сразу расскажу интересный момент Отгрузки у вас после этого будет две Были уже вопросы, почему есть еще одна отгрузка Которую не видно в интерфейсе И есть флажок, что она системная Это особая системная отгрузка Дело в том, что архитектурно у нас товары не могут оставаться подвешенными Они обязательно должны быть распределены по каким-то отгрузкам И если товар не распределен по каким-то отгрузкам, которые вы создали Он будет лежать в системной отгрузке Как только вы его перераспределяете, перекладываете в другую отгрузку Он на системный пропадает И появляется в той отгрузке, куда вы его переложили Еще интересная особенность системной отгрузки в том, что там будет храниться При стандартной процедуре оформления заказа Там будет храниться копия информации, которую вводил пользователь При оформлении заказа Даже если вы удалите все отгрузки из заказа Вы эту информацию не потеряете Создав новую отгрузку в админском интерфейсе Вы увидите, что все параметры, которые вводил пользователь При оформлении заказа для отгрузки Они все есть и у вас подставились в форме И наконец давайте создадим оплату Оплата, частичная оплата, счет, платежка, неважно как это называть Вот эту штуку и создадим Опять же очень похожая API Мы с помощью GetPaymentCollection получаем коллекцию оплат С помощью CreateItem создаем там конкретную оплату И мы можем настраивать ее свойства В данном случае я использовал метод SetField И смотрите, как я говорил Если мы производим манипуляции с любым объектом заказа Или любым другим объектом То происходит перестройка всех других объектов, которые с ним связаны Вот мы ничего не делаем с суммой заказа Но мы можем обратиться к этой сумме Для того, чтобы выставить платежку именно на сумму заказа Потому что система посчитала это самостоятельно Она учла и стоимость корзины, и стоимость доставки Когда мы создали отгрузку, появилась стоимость доставки И скидки, и налоги, все, что там необходимо было учесть И в данном случае мы теперь выставим счет на полную стоимость заказа И наконец в конце нам нужно вызвать метод Save И сохранить наш заказ До вызова этого метода мы манипулируем с объектами в памяти И естественно ничего не сохраняется в базу данных Именно метод Save сохраняет все в базу данных Упомяну, что любые методы, почти любые методы, которые не возвращают специфические объекты У нас в магазине всегда возвращают наследника класса Result То есть из любого метода вы можете получить результат его выполнения Посмотреть, был ли он успешный, был ли он неуспешный И получить ошибки, если таковые были, если произошло неуспешное выполнение В данном случае я пример привел только для сохранения Но в принципе и SetField такой же результат возвращает, если он вам необходим То есть если не Success, то вы можете посмотреть, что там были за ошибки Посмотрим, что с изменением заказа происходит С изменением заказа еще проще Нам достаточно с помощью метода load поднять заказ из базы данных по ID Есть аналогичный метод для поднятия по номеру заказа Мы можем сразу после этого манипулировать со свойствами заказа Если мы вытащим коллекцию отгрузок, то мы можем манипулировать с этой коллекцией Вот в данном случае мы всем, кроме системной отгрузки, пометим флажок разрешения отгрузки То есть дадим кладовщику информацию о том, что заказ можно комплектовать И после этого опять же метод Save, который сохраняет наш изменившийся заказ Он сохранит и заказ, и все связанные объекты, те поля, которые были изменены Лишнего он сохранять не будет В данном случае Save, который будет работать и с новым заказом, и с существующим заказом Просто вы меняете все, что хотите, вызываете Save, а дальше система сама разрулит и сделает так, как нужно Мы осознанно перенесли переход на платформу достаточно в конец доклада Потому что в принципе уже перешло на новую платформу около 67% интернет-магазинов с активными лицензиями В день переходит в среднем по 100-150 магазинов Это данные, которые мы собираем с апдейтера Правильно я говорю? Да Но давайте все-таки вспомним, как же сделать переход Самое важное, что нужно сделать в переходе, это обязательно сделать бэкап Давай, наверное, сразу на видеоролик Не будем здесь рассказывать У нас есть специальный мастер, который делает переход После обновления магазина никакого перехода на новую платформу не происходит Вам нужно пройти некий мастер перехода Запустив этот мастер, вы можете видеть, он пошаговый, он может запускаться несколько раз То есть вы можете его останавливать на любом шаге и продолжать с того шага, на котором вы остановились Обязательно сделайте бэкап вашего интернет-магазина и делайте такой переход в наименее нагруженное время для вашего магазина Во время перехода, если вы еще не перешли на новое местоположение 2.0, вам придется перейти на новое местоположение Там обновленная база, будьте с ними аккуратны, они умеют загружаться теперь многоуровнево Вам не обязательно грузить все данные, вы можете загрузить определенные страны, регионы, города и так далее То есть в зависимости, куда и как торгует ваш магазин Запускается мастер перехода, все, местоположения у нас готовы Мы делаем следующий шаг Он, наверное, один из самых больших этих шагов Вот я возвращаюсь в мастер, кстати, я его перезапускаю фактически второй раз С того шага, с которого сделал Мастер перезапускаемый, так что можно запускать несколько раз Он мне не предлагает уже запустить переход на новое местоположение, я их выполнил Я закружаю самый сложный шаг, это изменение структуры Во время этого перехода, этот переход может идти как 3-4 минуты, так может идти день День, конечно, много, но час-два может идти без проблем Мы закрываем публичный раздел, чтобы клиенты не могли делать заказы в вашем магазине Поэтому старайтесь это делать в то время, когда, по вашим данным, клиенты обычно не ходят в ваш магазин Это желательно делать ночью или еще в какие-то часы, когда у вас наименьшая активность Слушай, это полосочки зеленые специально вывел? Зеленые полосочки я вывел специально, потому что там есть некоторые вещи, которые нужно сделать после конвертации Там это все рассказывается, я поэтому показал Я специально ставил установку, чтобы эти полосочки появились 14-й версии фактически После перехода, самое главное, то что вы увидите, о чем мы уже говорили, вы увидите заказы Вы увидите, что они теперь разделенные, у вас есть блок оплат, есть блок отгрузок Если вы увидели этот блок, вы увидите новые заказы, то все, ваш переход прошел успешно И ваш магазин работает уже на новой платформе Итак, что изменится? Это больше для разработчиков информации Значит, изменится структура таблиц и добавятся новые таблицы Если вы, не дай бог, прямой доступ к таблицам делали, то, извините, но что-то у вас может не работать Изменится код модуля, то есть при конвертации перепишутся файлы модуля Они перейдут на D7, все, которые были переделаны на OOP, ORM и так далее То есть будут новые классы Но мы постарались обеспечить совместимость Да, вот был слайд о том, почему так делалось и как это было сложно Основное время, большую часть времени мы потратили именно на то, чтобы попытаться обеспечить совместимость Если бы мы делали без совместимости, мы выпустили чуть раньше и были бы более довольны Потому что это интереснее и проще Изменятся службы доставки, изменятся платежные системы Они поменялись полностью, то есть это новые классы, по-другому устроенные Я чуть подробнее расскажу о том, как и что с ними можно делать После конвертации это фактически два места, на которые наибольше нужно обратить внимание Особенно если вы используете не штатные методы оплаты и методы доставки, которые поставляются с продуктом И используете какие-то сторонние разработанные модули, которые поддерживают вам доставку и отгрузку Они могут быть не адаптированы на новую платформу И вам нужно либо перейти на другие какие-то схемы Либо проверить, есть ли какие-то апдейты у тех партнеров или у тех компаний, которые выпускали данное решение Да, обязательно нужно перепроверить, потому что по совместимости API мы старались, насколько можно обеспечить совместимость По совместимости событий мы тоже старались, но изменился жизненный цикл заказа То есть он живет по-другому и те события, которые раньше, они вызываются Но они вызываются не в том месте, не в то время, как они вызывались раньше Потому что такого места уже больше просто нет в жизненном цикле заказа Вот как раз слайд про совместимость и несовместимость У нас еще время есть? Я думаю, что можно сейчас будет разбавить чуть-чуть вопросами, и потом пойдем к следующему. Так, я очень коротко, очень быстро, потому что это важно. Значит, смотрите, так как раньше была одна сущность заказа, а теперь у нас связь, ну, по сути, была один к одному, потому что одна сущность была. Сейчас у нас связь один ко многим, один заказ, много оплат, много отгрузок. Поэтому если у вас раньше вы код платежной системы и код заказа выбирали, у вас получалось один к одному, то теперь, если вы будете выбирать, у вас либо будет дублирование заказов идти, либо у вас только одна платежная система, если у вас было разделение оплат. И получается, что здесь несовместимость такая. Если вы не разделяете оплаты, не разделяете отгрузки, старая API работает полностью, как и раньше. Но если вы разделяете, то, соответственно, вам необходимо перейти на новую API, тут нет другой возможности обеспечить совместимость. Фактически это говорит о том, что, проверяя совместимость со сторонними модулями, вы должны проверить не просто создание заказа, а проверить создание заказа с разделением по оплатам и доставкам, чтобы убедиться, что модуль, который предоставлен сторонними разработчиками, поддерживает разделение заказов. Тут самое главное, что если у вас есть какие-то нестандартные вещи, какие-то нестандартные подходы, вы обращайтесь всегда, мы постараемся понять, что у вас там, как у вас устроено решение и посоветовать, как вам лучше перейти, как вам проще перейти на новую платформу. Меня можно поймать, можно мне написать будет, можно будет взять визитку написать, мне потом будет сообщение, и мы поговорим, и я постараюсь посоветовать, что вам лучше сделать, чтобы перейти на новую платформу без какого-либо ущерба. Здесь небольшое сравнение старого и нового магазина. Старый магазин заканчивает свой жизненный цикл, мы его больше не поддержим, это устаревшая модель старой технологии, устаревшая API. Мы теперь развиваем только новый магазин, это новая гибкая современная архитектура, это новый функционал, который мы уже поддержали, мы выпускаем для этого нового функционала какое-то дальнейшее развитие. Это можно очень явно видеть в управлении заказами, это можно явно видеть в оформлении заказа. То есть это новые компоненты, и это огромный запас прочности на дальнейшее развитие нашей платформы на ближайшие 10 лет. В следующей части мы расскажем про новые компоненты оформления заказа, будет много про кастомизацию и будет информация про нашу новую холдинговую структуру. Коллеги, я хочу принять парочку вопросов из зала. Давайте. А можно рассказать немножко про наборы? Сколько? Вот про наборы можно немножко рассказать? Какое количество наборов сейчас поддерживается? Ну и все, что с этим связано. Спасибо. У наборов есть два ограничителя, было раньше, во всяком случае. Это количество наборов, оно бесконечное, вы можете их делать сколько хотите. А ограничителем являлось в предыдущей модели, что нельзя было ставить большое количество товаров и элементов. Это ограничение было снято, это ограничение было искусственным, мы не предполагали, что у нас только будет прям интерес к этому функционалу. Мы, кстати, обновили компонент, у него вышел новый дизайн, и вот в новом дизайне мы обновили сам компонент, больше ограничений по количеству внутри товаров нет. Юрий, здравствуйте. Дмитрий. Вопрос про фуд ритейл. То есть весовой товар – это все хорошо, но в фуд ритейле есть такая проблема, как партии или срок годности. И любой фуд ритейл, он в основном на 1С, и там сыр, одна и та же номенклатура, он разделяется по характеристикам, срокам годности. Это в обмене как-то будет учитываться, если вы эту тему развиваете? Потому что сейчас это проблема. Мы предполагаем, что все-таки интернет-магазин – это витрина. Мы показываем вам товар, мы даем возможность клиенту оформить и купить этот товар, а вот следить за сроками хранения, следить за какими-то движениями по партиям, по складам – это все-таки 1С. По остаткам мы можем выгружать, это мы поддержим обязательно. Это фактически множественные коэффициенты будут поддержаны, это будет поддержан какой-то партионный учет, но все-таки мы считаем, что интернет-магазин никак не касается ведению торгового учета. Все, что связано с этими вещами, с хранением, с этими данными, этим должна заниматься 1С. То есть это ее зона ответственности. Дмитрий, тоже у меня в продолжение вопрос, практически с языка сняли мой вопрос. Цены тоже нужно хранить больше в 1С, а не на сайте, и управлять ценами? Или это нужно делать через интернет-магазин? Это, скажем так, как вам удобно. И есть еще Bittrex 24. То есть что в итоге должно быть главным источником данных? Сайт, Bittrex 24 или 1С? Давайте так. Все зависит от того, где вам привычнее работать. Функционал управления ценов, цен до последнего релиза не было у нас внутри буса управления сайтом. Мы не поддерживали функционал быстрого изменения цен. И управлять ценами было удобнее в рамках 1С. Там был специальный документ, вы управляли этим документом. Этот документ создан, кроме того, что он управляет ценами, еще его и распечатывают, и ставят печать, что цены утверждены на такую дату. Если у вас такая жесткая схема работы с ценами, то лучшее изменение цен делать в рамках 1С. Если у вас более мягкая схема работы, у нас теперь есть функционал управления ценами. Он более гибкий, он заточен скорее для именно показа клиентам. Все-таки там цены заточены для своих целей, у нас заточены для других целей. То есть у нас есть какие-то фишечки, которые сделаны для наших. Мы можем, например, сделать отбор только красного по свойству и только для него изменить цену очень быстро. В 1С вы такое сделать вряд ли сможете. Там достаточно сложно такую гибкость получить. При связке с B24 лучше поговорить отдельно. Там очень сложная тема. Я 5 копеек вставлю про сроки годности. Я вспомнил, сегодня был уже вопрос по поводу, очень похожий вопрос, по поводу продажи плитки. Плитка приходит несколько партий, чуть-чуть отличается в цвете. Практически то же самое, да? Тут вопрос, что в любом случае на стороне… То есть получается все-таки два количества. ...делаются, а на стороне сайта это никак не помогает. То есть вот то, что вы весовой товар сделали, в любом случае это в 1С нужно будет делать на сайте. Вы смешиваете учет товара и продажу товара. Вы учет-то сделаете в 1С, все хорошо, продадите вы как его. Система не понимает продажу, она не понимает, что это один товар. Раньше нельзя было в системе сделать продажу, это как одного товара. Если вы делаете это на основе торговых предложений, как вы потом это выгрузите в 1С? Мы не поддерживали множественные коэффициенты. Теперь это множественные коэффициенты, как и в 1С. Вы имеете один товар фактически. У него есть общий остаток внутри 1С, если она поддерживает партионный учет, еще какие-то данные, она умеет списывать их правильно. Окей, коллеги, я предлагаю двигаться дальше.